Динамо Встречу оживил один из лидеров. Динамо Ненат Адамович появился на газоне вскоре после перерыва вместо Удоджи. Хозяева прибавили в движение и одна из атак принесла гол. На 57-й минуте Глеб Рассаткин вывел Динамо вперед. Забитый мяч Водушиил подопечных у Карашевича, впрочем, и Зальцбург рук не опустил. Гость имели несколько перспективных стандартов, но где-то подводила точность, где-то проявлял себя динамовский кипер Александр Гутер. А вот в концовке встречи пришла пора волноваться к элкиперу гостей. Сначала его владение едва не поразил снова Глеб Рассаткин. А затем то, что не удалось молодому форварду, получилось у Нената Адамовича. На третьей компенсированной минуте он сделал счет 2-0. С такими цифрами Динамо гораздо комфортнее будет отправляться в Зальцбург на ответный матч. Лига Европы для белоголубых близка. Осталось сделать последний шаг. Европейские хоккейные турниры также не обходят нашу страну стороной. Сегодня в Гродно местный Неман впервые в своей истории примет старт в Ледовой Лиге Чемпионов. Напомню, экс-чемпионы Беларуси выступят на предварительной стадии этих соревнований в группе «Ай». Дебютным соперником команды Милоша Холлана станет немецкий Адлер Мангейм. Стартовое вбрасывание намечено на 19 часов. Сборная Беларуси по пляжному футболу начала свои выступления в суперфинале Евролиги. В нынешнем году его матчи принимает эстонский город Пярном. Стартовый поединок не принес белорусам положительных эмоций. Они уступили украинским коллегам со счетом 5-6. Сегодня нашим землякам предстоит сразиться на эстонском песке с итальянцами, а завтра с командой Испании. В октябре девушкам из футбольного клуба «Минск» улыбнется «Фортуна». Именно такое название носит клуб, который станет соперником подопечных Йонаса Петраускаса в одной 16-й финала женской лиги чемпионов. Ранее эта датская команда принимала участие в турнире четырежды и всякий раз выбывала на стадии 1-8. Что касается представительниц Минска, то для них грядущая дуэль с «Фортуной» станет дебютом в основной сетке лиги. Первая встреча состоится в белорусской столице 7-го либо 8-го октября. Ответная – неделю спустя на родине Андерсона. Она сравнивает себя с птицей «Феникс», которая раз за разом возрождается из пепла и продолжает жить столь же ярко. В четверг в Министерстве спорта и туризма поздравляли с 50-летним юбилеем Тамару Васильевну Сивакову. Четырехкратную чемпионку паралимпийских игр в легкой атлетике, семикратную чемпионку мира, 14-ти кратную чемпионку Европы и мировую рекордсменку. К поздравлениям присоединяется и наш телеканал. Я не стесняюсь своих лет, потому что я все время об этом говорю. Какая разница, сколько тебе? Главное, как ты с этим идешь по жизни? И если ты в душе знаешь, чего ты хочешь от жизни, если ты решаешь вопросы, которые возникают по ходу жизни твоей и с оптимизмом смотришь в жизнь, то, мне кажется, никакие годы, никакие вопросы не возникают. Не так даже важны награды, которые завоевывают эти люди, как сами спортсмены, которые представляют интересы для спорта и для в целом для страны. Нужно помнить всегда о том, что человек сделал, и этот человек, он сделает еще больше. И к данной минуте о спорте все. Хорошего дня. До встречи в эфире СТОВ. Редактор субтитров А.Семкин